всем привет я рада поприветствовать вас на моем канале сегодня я затрону тему которая волнует очень многих тех кто планирует переехать в германию или уже живет здесь некоторое время а также я постараюсь ответить на большинство ваших вопросов относительно немецкого языка каков мой уровень и о применении немецкого языка на практике после окончания курса от и бенеки я не посещала какие-либо другие языковые курсы поэтому официально мой уровень языка это c1 одновременно с этим уже прошло достаточно большое количество времени около трех лет после окончания данного курса и из моих личных соображений могу отметить что уровень грамматики у меня наверняка снизился а вот словарный запас наоборот увеличился и одновременно с этим стало намного проще формулировать и излагать свои мысли мои коллеги по работе также отмечают существенный прогресс в моем немецком многие задают мне вопрос как побороть страх говорения и начать общаться здесь как бы это банально не звучало лучшим средством является конечно же практика и ваша практика начнется скорее всего с языковых курсов где вы регулярно будете контактировать с носителем языка и окунетесь в мир немецкого как будет проходить ваше обучение вправе решать каждый сам за себя будете ли вы активно вести себя на уроках ограничитесь ли вы только стенами школы или вы готовы выйти за ее пределы кто будет входить в круг вашего общения очень часто классы распадаются на подгруппы где главным признаком такой группы будет язык на котором общаются члены этой группы и конечно всегда намного проще обсудить что-то на русском языке ведь так намного быстрее вы будете стопроцентно поняты но я бы вам очень рекомендовала начинать общаться и с другими подгруппами где вашим общим языком для понимания будет немецкий друг по-другому вы просто не сможете коммуницировать проявить инициативу предложите сходить вашим одногруппникам в парк в кино сходите в кафе после кинотеатра хорошо было бы еще обсудить увиденный фильм и так далее слушайте рассказы других говорите о себе и тем самым вы будете постепенно постепенно погружаться как я говорю в мир немецкого и поверьте изучение языка может быть гораздо более интересным чем банальное сидение дома с книжкой в руках и зазубривание новых слов кстати о новых незнакомых словах в моем телефоне до сих пор есть два активных приложения которые я регулярно использую первое это мультитран я думаю мультитран знаком многим из вас это по сути просто словарь который вы или онлайн переводчик в который вы забиваете слова и получаете перевод с русского на немецкий или с немецкого на русский также там можно подсмотреть артикль или например посмотреть как будет образовываться множественное число существительного другим очень полезным приложением является немецкий язык именно так называется само приложение приложение немецкий язык построено полностью на немецком языке там вы также можете подглядеть артикль найти толкование слова но уже на немецком языке посмотреть синонимы спряжение глаколов и примеры употребления искомого слова в речи то есть предложениях я отношусь к категории людей которым необходимо зазубривать новые слова так я и делала и чем дальше мы продвигались тем больше был объем слов которые необходимо было выучить в моем случае зазубрить и вот однажды когда я сидела и очередной раз зубрила слова а для этого использовала все возможные методы выписывала проговаривала закрывала одну половину листа допустим с немецким переводом смотрела на русский и пыталась вспомнить как это будет по-немецки я писала карточки просто тонны карточек то есть реально вот все возможные способы я использовала и именно зубрила слова и однажды ко мне подошел мой муж спросил что делаю я еще так удивилась ну как бы слова учу он сказал я никогда не зубрил слова и предложил мне попробовать лучше эти слова читать в контексте и понимать их смысл исходя из контекста я попробовала данную методику и в моем случае она действительно со временем со временем начала работать я стала намного лучше понимать тексты и в это время начала развиваться моя так называемая языковая интуиция я не уверена если такое понятие как языковая интуиция но я под этим понимаю способность понять суть текста или понять суть того что вам говорят даже если вы большинство слов не знаете они вам просто не знакомы и такая языковая интуиция помогает мне и по сегодняшний день в повседневной жизни например при общении с клиентами или если мы получаем какое-то сложное для понимания информационное сообщение и здесь меня вообще всегда удивляет когда мои коллеги не могут понять что там написано а я как иностранец должна каким-то образом это понять они меня спрашиваешь как ты думаешь что здесь конечно с другой стороны это мне льстит в какой-то мере и когда вы меня спрашиваете хватает ли мне моих языковых знаний для того чтобы общаться для того чтобы понимать что от меня требуется то я вам могу смело ответить да если в процессе мне что-то непонятно то я всегда без зазрения без стеснения могу переспросить и зачастую ваш собеседник понимая и видя что перед ним стоит иностранец ответит вам просто переформулировав свою мысль но есть и те люди которые просто повторят вам уже сказанную фразу и тогда либо вы уже поймете что ваш собеседник имел в виду и хотел до вас донести либо если у вас по-прежнему остается сомнение вы всегда можете сказать если я правильно поняла и переформулировать то что вы как вы это можете сами сказать и тогда как бы либо да либо нет если уже нет если вы неправильно поняли то наверняка ваш собеседник вам объяснит это какими-то другими словами в этом нет ничего страшного бояться этого не стоит стесняться этого не стоит но для вашего собеседника и так все сразу понятно и очевидно что вы не являетесь носителем языка в этот язык выучили и это вполне нормально что мы можем чего-то не понять если у вас есть страх говорения то проведите в первую очередь беседу с самим собой и попробуйте понять природу этого страха чего именно вы боитесь может быть вам кажется что вас не поймут но вы никогда этого наверняка не узнаете если не попробуйте на крайний случай у нас практически всегда есть с собой телефоны и на самый крайний случай можно воспользоваться помощью онлайн-переводчика просто попробуйте может быть вы уже были однажды не поняты и теперь вас преследует этот страх но ведь поймите что каждая ситуация индивидуальна и если так было когда-то это не значит что это снова и снова повторится ведь каждая ситуация индивидуально просто пробуйте а может быть вам кажется что вы ужасно говорите по-немецки у вас просто кошмарный акцент тогда задумайтесь почему вы настолько критичны к себе может быть стоит лучше похвалить себя внутренне за то что вы уже сумели сформулировать свою мысль вы ее уже произнесли про себя и осталось только ее сказать вслух а раньше вы возможно даже этого не могли или задумайтесь почему чужое мнение настолько важно для вас настолько важно что вы готовы промолчать не высказать то что вам хочется высказать или задать интересующий вас вопрос многие из нас живут с так называемым комплексом отличника вокруг нас все должно быть идеально наши поступки должны быть идеальны мы сами должны быть идеальны это все создает ненужный стресс мы зажимаемся и очень часто разочаровываемся поскольку не можем оправдать собственных ожиданий порой помогает просто расслабиться и принять себя таким какие мы есть со всеми нашими недостатками но в то же время такими исключительными и особенными вот скажите мне честно вы знаете хоть одного идеального человека я нет почему мы требуем этой идеальности от самих себя я не говорю сейчас что нужно остановиться в своем развитии сказать я полностью собой доволен и больше никуда не двигаться но поверьте в себя примите себя такими какие вы есть и если сейчас вы только начинаете учить язык примите это как факт и не требуйте от себя быть идеальным говорить идеально нет почему мы ищем одобрение в других людях вместо того чтобы принять себя и дать это одобрение в первую очередь самому себе а вы знали что немалое количество немцев находят наш акцент очень даже симпатичным и тот наш большой страх что мы говорим с акцентом и просто ужасно может из нашего недостатка превратиться в нашу какую-то изюминку особенность которая на самом деле не то что отталкивает людей а даже нравится и единственное что я могла бы здесь вам посоветовать все-таки прислушивайтесь к тому как разговаривают немцы и не произносите немецкие предложения чисто по-русски если вы все еще боитесь говорить по-немецки то попробуйте для себя просто мысленно представить а что самого плохого может произойти если вы заговорите по-немецки и мне кажется скорее всего для себя самих вы поймете что эта проблема она больше выдуманная она просто находится в наших умах ведь по сути ничего страшного не произойдет а что именно вам мешает начать говорить поделитесь своими мыслями возможно страхами внизу под этим видео в комментариях я уверена что это поможет не только вам освободиться от этих гнетущих нас страхов и мыслей но также поможет и другим кто будет читать ваши комментарии осознать как минимум что мы не одни такие многие сталкиваются с этой проблемой и давайте попробуем вместе найти выход из сложившейся ситуации давайте будем ставить перед собой реальные и выполнимые цели ведь скорее всего не случится такого что завтра рано утром мы проснемся и будем в идеале говорить на немецком скорее это из ряда фантастики а вот реальной целью может быть убеждение скажем что концу этого года или как учат ставить максимально конкретные цели значит мы скажем до 31 12 2020 я избавлюсь от страха говорить по-немецки я преодолею свой языковой барьер и давайте может быть сегодня ради эксперимента я никогда ничего подобного не устраивала у себя на канале но давайте все те для кого актуальна данная тема попробуем просто выполнить несколько простых заданий на пути достижению нашей поставленной реальной цели первое задание которое я вам даю это осознать причину ваших страхов в чем собственно ваш страх и поделиться в комментариях к этому видео второе задание до конца этого года каждую неделю мы будем выучивать по 10 новых глаголов и 10 новых существительных или прилагательных или других частей речи то есть в сумме минимум 20 новых слов это прибавит нам также уверенности чем больше слов мы знаем тем лучше мы можем изложить и сформулировать свою мысль несколько раз в неделю несколько раз в неделю давайте так не менее трех раз в неделю мы будем просматривать новости на немецком языке если у вас нет телевизора смотрите в интернете новости на немецком языке еще одно задание для вас подойдите как минимум к пяти людям незнакомым на улице и спросите где находится например магазин дм рева неважно вы можете выбрать не обязательно магазин спросите как вам добраться до такого-то пункта назначения вы можете здесь выбирать все что вам угодно это просто тоже про преодоление себя про то чтобы просто подойти и начать говорить не забудьте поблагодарить вашего собеседника понаблюдайте за реакцией людей когда вы подходите и обращаетесь к ним напишите свои наблюдения в комментариях подойдите как минимум к пяти людям и спросите который час и еще такое маленькое предложение давайте в магазинах помимо просто danke und schuss мы будем желать продавцам кассирам также хорошего дня если вы уже посещаете курсы то побеседуйте со своими одногруппниками которые не понимают русского языка с кем вы можете говорить действительно только на немецком языке задайте вопросы по поводу домашнего задания просто узнайте как дела просто узнайте об их жизни это будет тоже крайне полезно возможно не так сложно для вас как подойти к полностью незнакомым людям и что-то у них спросить и еще одно задание сейчас конечно в рамках сложившейся ситуации с коронавирусом очень многие заведения закрыты все закрыто но тем не менее имеется возможность назначить термин придумайте где придумайте для чего проявите свою инициативу креативность и назначьте хотя бы один термин начните двигаться к своей цели и вы обязательно увидите прогресс те границы которые мы создали себе в своих собственных умах мы сами создали их они начнут стираться и вы увидите что люди настроены к нам намного более открыто позитивно добродушно чем нам когда-то казалось я желаю вам непременно успехов и очень буду ждать ваших комментариев все будет обязательно хорошо до новых встреч всем пока 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 не забывайте все и